Рояль Даль. Фантастический мистер Алис. Глава 9. У мистера Алиса появляется план. Три дня и три ночи продолжалась игра кто кого пересидит. Сколько лисицам может обходиться без воды и пищи, спросил Вогис на третий день. Теперь уже недолго, ответил Умбин. Скоро лис побежит на охоту. Ему придется. Умбин был прав. Глубоко в туннеле звери медленно, но верно умирали от голода. Вот бы нам хотя бы маленький глоточек воды, произнес один из лесят. Папочка, придумай хоть что-нибудь. Что если нам все-таки попробовать, папочка? Ведь у нас есть маленький шанс, правда? Не малейшего, резко ответила миссис Фокс. Я не позволю вам выйти по дружью. Уж лучше останетесь здесь и спокойно умрете. Мистер Фокс долго молчал. Он сидел неподвижно, закрыв глаза и даже не слыша, что говорят другие. Жена знала. Он отчаянно ищет выход из положения. И сейчас, взглянув на него, она увидела, что он зашевелился и медленно встал. Он посмотрел на жену. В его глазах появился возбужденный блеск. Что, дорогой? Оживилась миссис Фокс. У меня появилась кое-какая идейка, осторожно ответил мистер Фокс. Какая? Закричали дети. Папа, расскажи нам. Ну же, поторопила миссис Фокс. Говори скорей. Ну, протянул мистер Фокс. Потом замолчал, вздохнул и грустно покачал головой. Он снова сел. Нет, ничего не получится. Почему, папочка? Потому что надо снова копать. А у нас больше нет сил после трех дней и ночей без еды. У нас есть силы, папа! Закричали лисята, бегая и прыгая вокруг отца. Мы сможем! Вот увидишь! Ты тоже сможешь! Мистер Фокс посмотрел на своих детей и улыбнулся. Какие у меня замечательные дети, подумал он. Они умирают от голода. У них три дня не было и глотка воды, но они не сдаются. Я не могу их подвезти. Ну, думаю, можно попробовать, сказал он. Давай, папочка, скажи, что нам нужно делать. Мисс Фокс медленно поднялась на ноги. Она тяжелее всех переносила голод и жажду. Она очень ослабла. Простите меня, проговорила она, но я ничем не смогу вам помочь. Оставайся здесь, милая, сказал ей мистер Фокс. Мы сами справимся. Субтитры создавал DimaTorzok